Мы поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу мёда дикого, за земью великую. Грегизативная гибридизация, которой я занимаюсь сейчас, это изобретение Мичуринской школы. Мичуринская школа. Тут нет никакого противоречия. Просто она имеет свои особенности. Вот. И чтобы понять не было, о чём я говорю, когда мы сращиваем два сорта, даже одного вида, мы для того, чтобы повторить путь семенной гибридизации, там морозостойкий сорт плюс скрещивается с ним морозостойким, и там должно качество получаться крайне прельчивое. Что мы можем в этом будущем косточке угадать, не вырастив? Один из родителей, а спектр широчайший, может передать и низкую морозостойкость, и качество плодов низкое. Вторая косточка будет. Морозостойкость хорошая, качества нет. Третья, качество есть, погибла морозостойкость. А попробуйте, для меня, кстати, вот этот вот пример с, это самое, его лучший сорт зимний, пипеншафранный. Он уникален. Он чем? Вкус идеальный. Считался это ловным качеством, а зимних сортов в советское время, да. Морозостойкость сумасшедшая. Урожай сумасшедший. В наших сибирских садах, да вы тут такого не видели, какие урожаи дают, собрать невозможно. В зиму у дачников уходят в деревню, я тут ни при чем, ни с какого боку. Это лучший сорт Мечурина. И он как будто его для Сибири создавал. Это же надо так, и устойчивый. И многие сорта, особенно, эти молодые сорта, они не настолько еще пока сырые, что привешь и не узнаешь. И у меня такие примеры. Этот, сколько ему лет, может сто, я не знаю, когда родился сорт. Чудо и чудес. Единственное, что не передалось ему от культурного папы, крупность. Но, извините, когда плоды на молодом дереве вот такие, а через несколько лет становятся вот такие, какая разница, когда сибиряки слаще морковки ничего не ели, да. Это отличенный пример, но очень характерный. Но нету сейчас Мечурина второго, нету. Нашим старикам, вот, схоронили бородича. А сколько нам лет, я самый молодой, 52 года. Так вот, самый молодой. Так вот, слушайте дальше, что получается. Можно ли добиться этого же прививками? Мы прививаем первое. Для сохранения чистоты сорта. Вот сейчас я долго подвожу, Мечуринцы или нет. Частота сорта. И в 90 с чем-то случаях, какая была мама, такая после прививки осталась. Так. Это значит, что тот, кто приобрелся или уже сам, он мечтал об этой фрукте, он его и получил. Так. Второе, зачем мы делаем? Значит, прививка бывает 5, 3, 5, 10 раз в сроке. Я показал и покажу еще прививки, которые на второй год давали мне. Абрикосы, яблони, груши. На второй год. То есть, вторая цель. Это если, конечно, знать некоторые секреты, для чего я приехал. Но это чисто уже практический секрет. Они годятся для практического доводства. И немножко для селекции. Но мы же не молодые. Мы же не можем ждать, как по-серенам. Наш волшебник, это самое, Борисович Ботнер, на 23-й год дала 1 сот, первый рожай. Это не потому, что замерзали почки. Там в черемушках микроклимат такой, что почки не мерзли практически. А вот. И еще у него даже рекорд 25 лет. Не пойдет. А здесь на второй год. Не всегда. Это тут еще нужен элемент удачи. Так. Плюс мастерство. И когда все это вместе. На второй год, на третий. Ну, крайне вслышно. На четвертый. Ты знаешь, чем работать. Работать ли дальше. Вот. И вдруг. Я жалко, что мне придется завтра все это повторять. Ну, что поделать. Ведь в такой обстановке получается. Это меня давит то, что люди приехали запросить советами. Сейчас мы более широко берем. И вдруг один из сотни, или там один из пятидесяти смотришь. А он какой-то не такой. Еще до полудношения много лет. И ты смотришь, это совсем другое. Вот. У меня был в гостях, когда Курдюмов, я его показывал. Но самое интересное я увидел потом. У меня есть фотографии. Вот. Так как я работал в межвидовой гибридизации, то огня получились по цвету, по форме. Да вообще, вот смотришь на эту сливу, это абрикос. Тут же рядом ветка, смотришь на абрикос, это слива. Вот. Как это могло преобразиться? Значит, об этом мы тоже сейчас поговорим. Вот. Некоторые свойства исчезают на второй год. Опять же, если бы мы вели съемку, и тут компьютеры, он такие чудеса показал. Невиданное. То, что происходит с первого раза. Я пытался понять, почему отменили Мичуэлин. Еще раз говорю. Я Лысенкова разделяю агронома Лысенкова от Лысенкова после стремительного взлета, от политика, и от президента Академии Новгорода. Остался бы он день в колхозе, он бы еще такого бы натворил. Но когда он, его сорт попадает в руки наемник труда, когда его садят, как попало, где-то я завтра расскажу, что семечко посажено на глубину чуть дальше сантиметра уже не годится. А вся литература эта. Покажу и докажу. Вот с чего начинается. И так же наверняка, я не знаком, я прочитал его книгу, раритетную, да? Но меня же интересовало садоводство. Упоминает Мичуэлина, я читаю. Упоминает Злак, я пропускаю. Но и то успел ухватить эту суть. Да, эти в колхозах любят все, что угодно, загубят. Вот. Интересный пример отвлеченный, когда был пример приведен к присадинам хозяйства. Забыл там, в совхозе таком-то, после задачи перегноя в посадочные ямы, посаженный был в яму с перегноем, полностью погиб весь посаженный сад. Я с этим полностью согласен. Так? Есть предел всему. А я любил, я тоже садил перегной, тоже гибнут. Вот. А они, видно, так же, да? Ну, там, ну, хорошо, там, каждое десятое, девять частей земли, девять, десятое перегной выживет, и даже плодносить будет. Где? На Кубани. У нас замерзнет. Даже это много перегной. Вот. Но тут уже можно поспорить. Я, допустим, считаю, полностью нельзя у нас. Как мы с Курдемом взяли? Да давайте, сколько можно. Тут надо так, а он говорит. Я говорю, тут надо так. Да давайте просто разделим на северное и на южное садоводство. А чудеса бывают только на северном. Нет необходимости проявлять новое качество деревьям, когда ему хорошо. А у нас когда ему хорошо? У нас вообще не бывает хорошо. У нас же это, Швейцария, ее назвали за красоту. Это такой регион. Это страшно. Я приводил примеры. Все, что у нас выживает. Не, не так. Если нашу самую теплую зиму, у нас была как-то зима, ну, день-два всего, 35-36, месяц 30-32, остальное 10-15, даже ноль, даже как-то дождь шел. Но, учитывая продолжительность зимы, учитывая бесснежье, перенеси автоматом эту зиму в Подмосковье, на Кубань, ни одного дерева плодового не останется. А они очень быстро, очень быстро, у них адаптация начинается с этого, с поставленной семечки. Оно махом решает. Один из моих постулатов, я все клоню, пока подхожу, но долго. Спасибо, это не зал, которому нужно, взял лопату, уткнул, вот советы. Это очень важно. Оно только попало в землю, да, и почва решает, дать ему команду зайти или нет. Я завтра покажу, ну, и чувства уже не хватит на это времени. Я ж такой доклад приготовил. Сосновый лес, где нет ни, даже подростка, ни одного чужого дерева. Тут же рядом, километры, я фотографировал все, пределы своей деревни, не отъезжая двух километров. Абсолютно чистые фотографии есть, они вот как раз на этом диске. Но я чувствую, не дойдет разговор, ну, люди не за тем приехали. Вот, не дойдет. А вот тут хорошо бы, ну, вот сейчас говорим, а не могу нажать кнопку. Чисто березовый лес без всяких, без всяких включений. А еще отъехал одна осина. Почва решила, что там будет расти. Но наш шанс, и тогда получается безнадега. Почва, вы посадите, почва решила, что не взойдет. Так? Не даст взойти. И действительно так. Все, долго подхожу к самому главному. Тысячу семян, я хотел на семинаре, но никак не выйдет, видимо. А здесь можно. Тысячу семян, груш сажая, 900 сходит. Эйфория, нахрен мне. То есть, на черт, а мне нужна эта стратификация? У меня тоже. Там другая проблема. Стратификация, вот такой способ, у меня еще людей придуман. Ну, попробуй, чуть проворонье, она перерастет, и ты считаешь, что у тебя нет. Переросшая, это то же самое, что мертвая для посадки. Я это проходил. Эйфория. На следующий год я сажаю очередную тысячу, не взошла ни одна. Еще третий будет вариант. То есть, не взошла ни одна. Я жду, жду уже середина лета, все, нету грядки, тысячу ассимината я собирал. Я знаю, что такое ранние посадки, когда они осень путают с весной, похолодание, потепление, осенью взошли, по земле замерзли. Я попозже к зиме и других учу. И у меня, я тогда еще не учил, но опыта набирался. Это я потом обнагрел, когда я начал различать. Если уже взойдет, то почему, а нет, то тоже знаю почему. И так, не взошло ни одного. На следующий год, естественно, что эта школка садил-то густо, знаете, там грядка, ну как обычно занимает стандартная грядка под лук. Я ее все перекопал, что-то там посадил, хорошо не овощную сделал, потом бы не нашел. Ну, может, тут саженец посадил, может, тут. Приходит следующая весна, что-то там где-то как-то взошло. Я смотрю, зеленый квадрат, вот такой большой, там 2 на 3, например. Я глазам не верю, подхожу, я-то уже научился, это не сорняк, это вся тысяча, я не говорю вся, вся не бывает. Я образно говорю, ну почти вся тысяча, вот такие вот, все. А земля была перекопана, и как бы ее не перекопали, все равно густо усеяно, так что просвета нет. Они еще вот такие, первые 2 листочка, и уже просвета нет. На второй год, ладно. Что случилось? Начинаешь гадать, но я сейчас не буду гадать, потому что я назову 5-10 причин, и вы еще 5 добавите, опытные люди, да? Не в этом дело. Ладно, сам факт. Ладно, ну и то не потеря. И я еще не стратегифицирую, потому что думаю, там у меня их опять полно. Проходит несколько лет, а я на 1-летке прививаю, здоровья не хватает, 2-летки растут дальше. 2-летки прививаю, и наконец 3-летки у меня прививаю и кончаются. Мне кушать хочется, мне надо следующую закладывать грядку. Я опять тысячу сажаю. Эти не взошли ни в первый год, ни во второй, и никогда. Вот вам три варианта. Руки те же, семена те же, деревья сняты те же, земля та же. Это все в пределах там 10 квадратных метров. Весны могут примерно одинаково-одинаково. И догадываться начало потом. Но дело совсем в данном случае в другом. Значит, ну переходим так. Раз стратегифицировать, наши шансы увеличатся, если на 100%, то не 90%. Тут ребята молодцы. Что мы имеем взамен? Были еще промежуточные варианты. Например, ИСТАВ зашло 8. Самый мой интересный случай связан уже не с грушами. Груша это яркий пример. Представляете, тысяча не одна. Кто ей не разрешил зайти? Представляете, не дали зайти. А варианта с абрикоса, я ему говорю так. Опять еще не признавал. Это сейчас я не только стратегифицирую. Кушать-то хочется одно, я и других еще учу. Но на тот-то момент я все еще не хотел заниматься трансфикацией. Это вечная гонка со временем. Ничего сложного, кстати, нет. Завтра придется рассказать, семена-то накупили. Завтра расскажу. Но я о другом. У меня всходит, то есть я сажаю, 1500 косточек манджурского абрикоса. Схожесть у него, кстати, такая, что когда я его банки закладывал, просто вот, трехлитровые банки, ну, его просто удобная тара. И прозрачно, все видно, что внутри. И без всякого песка. А их слишком много, что жалеть-то? Есть и по уму, вот как в видеофильме там. Я долго, нужно, я их замочил, всплывшие выбросил. Ну, так, остальные 4500, крышечку, чтобы мы же не съели. В погреб, все, это нормально, это в порядке вещей. Вот. А остальные куда? Продавать мыслей не было. Меня никто не знал. И я дефицитный косточек, а я их часть в угол сарая, говорю, в угол гаража, часть банки, а вдруг не взойдут эти. Да все же бывает так, в конце концов. Вот. Запас, и не нужно, и выбросить жалко. Стоят в банках, приходит январь месяц, и думаю, проверю на схожесть, и все. Лежат на столе, рассыпал. Бах, лопнули, хвосты появились на второй день, еще часть, на третий день, еще часть. Тогда я уже провел следующий эксперимент, он тоже очень интересен, потому что большинство еще гибнут как. У всех, кто рано начал стратификацию, сейчас уже у многих, и даже у моей гостеприимной хозяйки так получилось, у нее уже эти зернышки цветочные уже проклюнулись. Это значит, что пока придет весна, их мужа может быть выбрасывать. Вот. Вот чем беда. Проблема при стратификации, это все к теме, хотя это чисто практический вопрос. Вот. Не просто плохой схожести, наоборот, слишком хорошей. Побыв на холоде, а тут все в сухом виде всходят при любой, при любой первой возможности. Когда я принес домой, они давай каждый день лопаться, я потом их давать спасать. Тут уже появилась идея еще один эксперимент провести. Вот. Но это уже, может быть, тема другого разговора. И так получилось так, что когда я высеял 1500 под землю, у меня взошло 170. Когда мы с Курдюмом делали книгу, стал вопрос. Я же объясняю, что эти 170, это выдающиеся, это каждый 8, да, или каждый 12, наоборот. Это они взошли на новом месте, совершенно для них не предназначенным. Остальные не взошли. И вот так же, как я объяснял, то есть они были посажены мной осенью, в сентябре месяце. Вот. А весной я просто ждал, зайдут или не взойдут. Каждый 8-й гигантское количество потеряно. Естественно, но у меня стрельфчеры все равно были, я ничего не терял. Я проводил, если я провожу эксперимент, так я за целом не тут работаю. Это мой принцип. Значит, я не имею права ничего утверждать. Это уникальные, получили 170 сеянцев. Они уже, кстати, я горжусь, мы, кстати, абрикосы культурные, в Мясском институте плодоносит. Вот. Они всего лишь в три раза крупнее их. Вот. Интересно, да? То есть я не болтаю. Дальше. Стал вопрос. Подзимний посев, страшный риск. Но какие качества проявились у него? Я придумал новое качество. Уже не морозостойкость, не зимостойкость, а жизнестойкость. Потому что не только зима влияет, будет ли дерево, но влияет и лето, и весна, и осень. Каждый день влияет. Вот. В данном случае зашло мало, но их можно признать уже аборигенами. Вот. Именно так у нас получилось, что у нас новую родину приобрели китайские сливы, маньжурские абрикосы. И даже с помощью именно семенного выращивания. Корни собственные, достаточно скромные, но прекрасные культурные сорта, типа серафима, амура. У нас они на рынке каждый год, исключая последнего. Так вот, проявилось качество именно это. Команду взойти, любой мог взойти. Старты условия равны. Все с одного дерева. А почему с одного? У меня до последних нескольких лет, а только одно дерево плодносило, когда нам дает 30 ведер, не знаешь, куда девать, я потом несколько лет даже с него не собираю. И еще добавочий момент. Так как я вообще не собирал, у меня сходил самосев еще лучше. Тут я все-таки грязку распахал. И у меня каждый год 100-200 вылазило. Хиленьких, полная тень. Но когда их пересаживали на ровное место, и Мяский институт же у меня, кстати, заказал много-много, да? Они превращались, ну пересаживать бы нежелательно, но и по дереву ему не жить же, под огромным деревом, шатром, тени. Тем не менее, получается так, что новое качество проявились не все. Совершенно не все. Но эти уже автоматом становятся баригельными. И тут же стратификация общепринятая, из этих 1500, я вам гарантирую, у меня взошло бы 1400, без всяких сомнений. Без всяких, и без всяких проблем. Но они всходят по-разному, и уже видно по тому, по сроку восхождений, что они рассчитаны не только на разную почву. Это само собой, не зря взошло 170 из 1500. Они еще рассчитаны на разные сроки. Наверное, одни, но у них уже есть резерв для того, чтобы перевезли их в другой регион, за тысячи кетра на севернее. У них будет разная морозостойкость. А другой регион, где длина святого дня больше или меньше. Весна раньше или позже. И тут вот они, жаль, что нет фотографий. Значит, этот только начал всходить. Так, значит, ему, он должен был, вернее, не проснулся. Значит, ему бы еще месчишка, может, через месяц бы взошел. Это для там, где весна. Попозже. А тот, который уже такой хвост имеет, прямо в песке в этом. Его сроки прошли. Его надо было садить в юге Украины. То есть, палитра такая получается. И вот, когда мы решаем, что теперь делать. Настоящих из них для этого места 170 из 1,5 тысяч. С помощью стратификации мы получаем почти 1,5 тысяч. То есть, а, фактически получается в 10 раз больше. Но из них-то мы же не выявляли, которые из них-то эти-то.